Привет! С вами Дима и Женя. И сегодня мы расскажем вам о самых последних новостях в сфере виртуальной реальности. Оставайтесь с нами и вы узнаете, как потрогать пышногрудых анимешек, зачем обувной стелький интеллект и какую игру больше всего ждут фанаты Sony PlayStation. Все, кто уже сделал предзаказ на PlayStation VR в предвкушении не только самой приставки, но и новой игры для нее. Это будут гонки Gran Turismo. Судя по трейлеру, виртуальный гоночный симулятор действительно заслуживает внимания. Графика улет, детали гоночных машин проработаны до мелочей, да и трассы сплошная красота. Игру сейчас доводят до ума. Создатели заявили, что планируют ее сделать идеальной к официальному релизу 15 ноября. Что ж, будем надеяться, что реклама окажется не хуже самого симулятора. Не останутся без новинки и обладателей шлемов HTC Vive. Уже в следующем месяце в Steam появится новый футуристический хоррор – Blue Effect. В переводе – эффект голубизны. Даже страшно подумать, кто будет за вами бегать по темным коридорам. Создали игру парни из Чехии. Это шутер, в котором придется мочить стребных мух, биомеханических тварей и прочую нечисть. Ну а путь к несчастному освещает голубой шар, поэтому такое название. Пока обладатели HTC Vive ждут хоррора «Эффект голубизны», создатели игры Dead or Alive предлагают потрогать симпатичных анимешек за серейные части. Для профилактики. В VR-адаптации игры появилась довольно пикантная опция, при помощи которой можно немножко подразнить девушек. В ответ они будут только пищать и отмахиваться. Вообще, выход игры в виртуальном режиме – настоящее событие для любителей подобных приложений. Это файтинг, в котором девушки соревнуются друг с другом и выполняют разные задания. А иногда, когда у них хорошее настроение, даже танцуют стриптиз. Пока новая версия Dead or Alive Extreme 3 выйдет только в Японии. Но, скорее всего, горячую игрушку можно будет нелегально скачать и в других странах. С такими анимешками можно проводить целые сутки напролёт. Ну, а если вы уже нашли себе не виртуальную, а реальную девушку, то вот вам способ её удивить. Как, например, этот парень. Попросил девушку поиграть в игру, а на самом деле включил приложение Teal Brush, где заранее нарисовал открытку с предложением руки и сердца. Такой необычный подход даме понравился. Да, я выйду за тебя. Кстати, звать замуж виртуально в последнее время тренд. Видимо, потому, что отказать после такого предложения невозможно. И дело точно закончится свадьбой. Детей будет 7, Ролена! Виной! Ну, а если вы считаете, что способны нарисовать не только открытку, а целый мультфильм, не проходите мимо приложения Твори. Это специальная программа для создания анимации. Причём сделана она нашими российскими разработчиками. При помощи Твори можно творить всё, что пожелаешь, да ещё и записывать действия в режиме смешанной реальности. Если любите рисовать, то залипните на пару часов точно. Твори уже можно скачать в Тиме за 40 долларов. А это просто песня, чтобы вы не забыли, как называется приложение. Теперь новость для тех, кто не умеет ни петь, ни рисовать, ни даже кататься на лыжах. Последнее легко исправить. В мире появилась тренер-стелька. Да, да, вы не ослышались. Это специальная стелька, которая учит вас кататься на лыжах. Тренера стельку зовут The Carve. При помощи датчиков он отслеживает положение ваших ног и сообщает, что вы даже делаете не так. The Carve пока отдаёт команды на смартфон. Позже стельку оборудуют виртуальными очками для лыжников. Комплект из двух штук стоит 300 долларов. Это куда дешевле, чем личный тренер. Многие, кто уже попробовал чудо техники, уверяют, что стали кататься лучше. Это были все новости виртуальной реальности на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вам всегда будет о чём поговорить с друзьями. Всем пока!